Подоляк говорит следующее. Пятый Рамштайн это уже немного другая конфигурация. Там было около 50 министров обороны. Они обсуждали конкретику. Если раньше они обсуждали в том числе политику, то сейчас они проговаривали только оборонную политику. Что это означает? Они анализируют, как идет война и какое нужно оружие Украине. Обсуждают, что это оружие должно быть как можно скорее предоставлено Украине. Проговаривали конкретные планы. И в двустороннем порядке, и в целом по поставкам оружия в Украину. Здравствуйте, как вы оцениваете Пятый Рамштайн? И как вы относитесь к словам Подоляка, которые вспоминают о какой-то политике в то время, когда он сам есть ключевым лицом, который занимается исключительно политикой здесь в Украине? И как можно намекать нашим партнерам, которые вот уже на пятом заседании ряд очередных решений принимают для того, чтобы нам помочь, как можно их в чем-то обвинять и что-то намекать, вот когда ты сам, собственно говоря, занимаешься внутренней политикой здесь в Украине во время войны? Знаете, не политикой, а политиканством. Когда мы говорим «Подоляках всяких», это грязное политиканство, это обливание грязью, это проталкивание каких-то идей, как там ущемить демократические институты, как сконцентрировать больше грязной власти, узурпировать его в руках, и как создать в Украине своего маленького Путина со своим маленьким путинским режимом. Это то, чего не воспринимают все наши союзники. Меня не интересует сова подалека. Да, он сейчас говорит правильные вещи, часто, не всегда, часто. Но меня не интересует, поскольку, первое, у него нет принципов. Когда он работал на Иванюшченко, на Юрия Янакевского, он работал и говорил в этом ключе. Он создавал ему имидж. Когда он работал на, говорят, на Клюева, мне, правда, странно, что Клюев умный человек, таких идиотов брал бы к себе, он делал то, что нужно было Клюеву. Когда он на Левочке наработал, он делал то, что нужно было Левочке. Но как подобрали такого человека к Зеленскому, мне трудно сказать. Но он наглый, он, соответственно, свою работу делает. Очень наглую, очень подлую, очень направленную против восприятия нормального Украины нашими западными партнерами. Тому, даже когда он говорит правильные вещи, там всегда вред для Украины. Когда наши политиканы пробуют чем-то упрекать наших союзников и партнеров, ну, это вообще грань цинизма. Вы три года уничтожали украинскую оборонку. Вы три года уничтожали армию. Вы три года показывали Путину, что можно на Украину нападать безнаказанно. Вы три года, ну, не три года, полтора года, доказывали западным странам, что нам плевать на их неданные, что нам плевать на ихнюю разведку, что у нас шашлычки и дороги. Мы им демонстрировали откровенное хамство в стиле Арахамии, там, мол, Нью-Йорк Таймс это хуже комсомольской правды. После этого, еще раз скажу, мне очень не хочется, чтобы кто-то когда-то отказал нам в поддержке, для меня было бы личной катастрофой, если бы нас не поддержали, но после этого ни одна страна в мире не имела моральных обязанностей поддерживать Украину. Просто ни одна страна в мире. Нас поддержали сначала из чисто геополитического фактора, как бы, ну, немножко создать второй Афганистан для России. А потом, когда украинская армия начала реально бить Русню, это стало уже совсем другим геополитическим стратегическим планом. Они поддерживают нас из-за геополитики и из-за сострадания к украинскому народу. Реально планы по вооружению Украины, по серьезной помощи начались, давайте вспомним, когда. Не после каких-то там заявлений, там, Зеленского видосика Викулебы, после Бучи. Вот когда они впервые приехали в Бучу и увидели это там, вот после этого началась серьезная помощь Украине. Это сострадание к погибшим, а не к этой зеленой власти. И она, это самое худшее, что они этого так и не поняли. Они не поняли, что их заслуги нет, у них есть только вред. Они сделали все для того, чтобы Украине не помогали. А нам все равно помогают. И некоторые сегодня, я думаю, за российские деньги во власти делают дальше то, чтобы нам не помогали. Теперь, что касается самого тезиса о том, что там происходило. Да, слушайте, а какое отношение к этому имеет подоляк? А какого черта он комментирует первые международные вопросы, вторые оборонные вопросы? Он имеет на это право? У нас есть указ президента Зеленского, которым четко определено, что по поводу внешней политики Украины от имени государства комментировать может. Президент, министр иностранных дел и премьер-министр. По определенным направлениям они могут делегировать участие в переговорах и, соответственно, об этом определенные комментарии определенных должностных лиц. Того же самого министра обороны Резникова, который был отправлен туда, делегированного в Рамштайн, и по возврату оттуда имеет право об этом говорить по согласованию с этими тремя людьми. Я не считаю, что это правильно, но я говорю, это суть указа президента. В этом указе нет никакого Ермака и тем более никакого подалека. Более того, эти две существа не являются должностными лицами. Они советники, они патронатная служба. Патронатная служба это даже не государственная служба. Они не госслужащие. Они просто приравненные госслужащим, которые помощники. Вот я был депутатом, у меня было четыре официальных на зарплате и тридцать неофициальных без зарплаты внештатных помощников. Вот это то же самое. Это не служба, это не государство, это не власть. И они имеют право даже комментировать. Даже комментировать от имени государства. Да, он может выйти как политолог, вот то, что сейчас Арестович начал часто делать. Вот я как политолог так считаю. Мол, это не позиция власти, это позиция моя. Право, ты при власти сидишь там от их и ресурсов говоришь, потому это немножко фальшиво, но все-таки это еще может сойти. А когда подоляк с официальной должности возле власти начинает говорить от имени власти и комментировать то, что ему напрямую запретил Зеленским своим указом. Ты извините, а что у вас там, знаете, или крестик, или плавки. Вот как бы не совсем хорошо. Теперь, что касается само событие на Рамштайне. Первое, политика. была в начале по одной главной причине, что очень многие страны сомневались, что Украине нужно помогать. И тогда была политика. Первое, нужно ли Украине помогать, поскольку Украина все равно проиграет. Эта позиция была доминирующая. Но была другая оппозиция. А нужно ли Украине помогать, когда в Украине сейчас строится коррупционный, абсолютно недемократический режим. Этот вопрос тоже стоит. Но сейчас были страшные преступления России. Но сейчас все увидели, что этот просто одержимость Путина, что ее нужно восстанавливать. Сейчас поняли, что Путин уже сейчас перешагнет определенные границы и может делать провокации против западного мира. Да, он не рискнет напасть с армией, но провокации, потребная деятельность и ослабить Путина, сделать Путину Афганистан в Украине, причем желательно очень быстрый Афганистан, разгром, побыстрее, это уже стало понятно всем, что это нужно сделать. И вопрос в том, а что такое Украина, а какая у нас политика, а что у нас демократии и антикоррупционной деятельностью, он как бы сейчас отошел немножко на задний план. Он всплыл на поверхность и наши очень хорошие друзья Украины отказались голосовать за предоставление Украины статуса кандидатов члена Европейского Союза. Да, Шольц их додавил, просто додавил и Швецию, и Данию, и Австрию, Португалию, насколько я знаю, додавил Макрон. Но эти страны тогда сказали, ну, все правильно, мы согласились, мы уже прошли первый Рамштайн, мы уже согласились, что Украине нужно помогать вооружениями. Но, извините, какого черта вот эту власть, а мы ведь ведем переговоры с властью, которая хочет создать новый путинский режим, допускать в Европейский Союз. ну, какого беса это делать? И вот тогда, как бы их уговорили, давайте это отменим, этот вопрос. Но по поводу вооружений, этот вопрос, помогать или не помогать недемократическому, коррумпированному режиму, когда на него напал фашистский режим, он бы как бы уже прошел. Потому что эта дискуссия имела значение для очень многих стран. Нужно ли помогать Украине, если в Украине совсем не то, что мы ценим в Европе. Но тут увидели, тут украинский народ, тут украинская армия, эти люди жертвуют жизнью, они борются, они проповедуют люди, не власть, а люди проповедуют европейские ценности, их хотят защищать и иметь их у себя. Это сыграло свою роль. И потому в Рамштайне нет политики сейчас, потому что политика решена на уровне первого, второго Рамштайна, когда вообще стояло вопрос, можно ли такой стране, как Украина, предоставлять военную помощь. Все, эта политика прошла. Решили, будем предоставлять до конца войны, а вот тогда будем смотреть, что дальше с Украиной делать. Помогать или не помогать. Или эта страна, ее власть, вернутся нормально в демократическое русло, или не будут играть в разрушение антикоррупционной инфраструктуры, то сейчас делают законопроектом Качко. А это ведь не просто один коррупционер, пойманный на коррупции, против которого НАБУ там выдвигает обвинения, все прочее. это система власти Качко. Он руководитель комитета по местному самоуправлению. Почему-то он вносит законопроект, а он человек безграмотный, он носит очень грамотно написанный законопроект. Подло, преступно, но грамотно. Я даже представляю привилительно, кто его координировал в его написании. Есть такой заместитель РМАК в ОПЕ Смирнов. Вот это его уровень, это его приблизительно стиль мышления, его юридические подходы. Вносят его через коррупционера, но это законопроект, который меняет инфраструктуру антикоррупционную. Он должен рассматриваться исключительно на комитете по борьбе с коррупцией. Исключительно. Это прямая норма. Он попадает в комитет по местному самоуправлению, поскольку в законопроекте подлинка в конце дописали еще там прокуратура, еще там кого-то дописали, какие-то другие учреждения, не связанные с коррупционной деятельностью. Первое, их нельзя совмещать, второе, их можете прилепить, но все равно это должно попасть в антикоррупционный. Нет, Стефанчук расписывает это на комитет местного соправления, где сам автор, у которого, кстати, есть конфликт интересов вообще по местному самоуправлению, он не может там работать, он должен в тюрьме вообще-то сидеть за это, он расписывает туда, где вот этот и потом давят на союзников, а союзники у них сейчас хорошие, это не только Коломойского за будущее, а это АПЗЖ и его осколки все, плюс Веревского и других олигархов доверие, и плюс еще Батькевшина, и продавливают голосование через них. Это не инициатива отделенного человека, это инициатива власти, эта власть консолидирована, сделана. И вот это видит Аналена Бербок, это видит Макрон, правда Макрону это как бы немножко дальше, это видел Джонсон, сейчас это видит Листрас, а главное это видят в наших союзниках и в том числе очень принципиальных государствах в Дании и Швеции. Они говорят стоп, ну хорошо, мы сейчас, несмотря на все это, помогаем в войне, но война закончится и нужно лишать Украину статуса кандидатов члена Европейского Союза, поскольку с такими действиями, даже с такими попознавениями, просто дальше с этой страной иметь дело невозможно. Да, мы сейчас воюем за украинский народ и против России, но то, что делает власть, ну как бы ставит Украину вне этого нормального цивилизационного поля. Вот эти вещи обсуждаются, об этом пишет пресса, это известно, это у нас, как бы у нас замкнули военное положение, у нас ввели цензуру. Цензуру, она как бы неумелая, но большинство, ведь население получает информацию с телевизора, причем того, который по Т-2, и соответственно они потеряли контакт с реальным мировым ситуацией, то, что происходит. Они просто этого не видят. А мы оказываемся ну как бы страной, которая готова помогать только по военному направлению. Вот то, что касается Рамштайна. Сам Рамштайн, ну там два момента. Первый момент, переход поддержки военной Украины на более плановую, более длительную основу. То есть подход такой, война это надолго, нам нужно вкладывать Украину много лет, поскольку всегда могут быть рецидивы, Украина это ну как бы форпост, нам нужно это делать постоянно. И это уже не только Америка, это уже Германия говорит. Когда Шольц говорит, что мы должны предоставлять оружие Украине не один, не два, а нам много лет вперед, это уже позиция. И вот Рамштайна, она была зафиксирована всеми. И вопрос другой, но это все-таки переложить немножечко на другие страны Европейского Союза, часть того, что делает Америка. Определенный момент нам довольно много помогли, а сейчас пошел спад. Ну как бы исчерпались ресурсы, исчерпались вооружения, как бы заводы готовы производить, особенно в Германии, но за это нужно платить. И немцы как бы осматриваются, а когда американцы заплатят? Вот идет вопрос о том, что каждый должен все-таки делать свой определенный вклад в то, что происходит.